В селе Аксуат области Абая открылась первая медресе. Теперь желающие школьники в летний период могут получить здесь религиозное образование. На церемонии открытия медресе побывал наш корреспондент. Медресе, открывшееся при мечети Урункай-Каже, рассчитано на 15 учеников. Для комфортного обучения ребят из отдаленных населенных пунктов построено общежитие на 8 мест. Все оборудование соответствует требованиям времени. Для нас огромная стечь, что у нас появилась возможность построить медресе в своем родном селе, где мы выросли, родились. Наше желание было, чтобы побольше маленьких детей, чтобы они получили здесь религиозное образование, правильно получили воспитание, чтобы уважение к родителям, уважение к родине, уважение к старшим, чтобы основы концептуально здесь получили. Поэтому вот такое было желание у нас. Спонсорами строительства учебного заведения выступили местные меценаты. Самые сильные люди нашего народа – наши деды, ученые. Все начинали свой путь с медресе. Сам Абая учился в медресе. Мы надеемся, что в нашей стране и дальше будут расти хорошо образованные граждане. Медресе имеет большое значение в воспитании у молодежи нравственности и добропорядочности. Граждане, принимавшие активное участие в строительных работах, были награждены ценными подарками. Молодые люди рады, что теперь у них появилось место, где они смогут повышать уровень религиозной грамотности. Я хочу поступить в этом медресе. В медресе будут хорошие учителя. Теперь каждый день сюда приезжают дети. В честь открытия медресе был проведен областной конкурс по чтению Корана. В нем приняли участие около 20 имамов из разных районов области. Я служу в мечети уже больше пяти лет. Впервые участвую в таком конкурсе. Это было немного волнительно. В ходе конкурса участники поделились тем, что изучали до сих пор. По итогам соревнований первое место занял учитель мечети Урункая Кажи Ельдос Жорзымов. Педагогу вручили главный приз – возможность совершить малое паломничество. Я пообещал своей маме, что если выиграю этот конкурс, то подарю ей возможность отправиться в паломничество. Помимо чтения Корана наизусть, в конкурсе основное внимание было уделено безошибочному произношению звуков. Все имамы с успехом прошедшие эти испытания были награждены ценными подарками. Анна Коцарева, Гульдана Айдар, Ерсен СТБ, Фолтек, Фарад.